На кучу хлама Дмитрий Фатыков наткнулся случайно. Мужчина вышел погулять возле дома. Говорит, по этой дороге прогуливался и раньше, но в этот раз решил пройтись немного дальше, чем обычно. Увиденное его возмутило. Знаю, что у нас люди, в принципе, бывает, мусор выбрасывают, но чтобы вот в таких масштабах и объемах первый раз увидел. Увидев такое, я просто повергся в шок. Я не ожидал просто такую кучу мусора увидеть, тем более рядом со своим домом. Эта дорога ведет в сады. Рифат Музафаров ездит по ней каждый день. Говорит, появление мусора в этом месте начал замечать месяц назад. Но кто привозит сюда хлам, мужчина не знает. А вот эти бумажные, они буквально где-то одну месяц, может, это возят. А до этого всякие там кирпичи. Откуда здесь появляются картонные трубы, для местных загадка. Да и распознать, что было на цилиндрах, непросто. Что это за бумажные трубы, остается только догадываться. Но среди них можно встретить рулоны вот с такой упаковочной пленкой. В любом случае, это захламление территории, говорит эколог Владимир Плюснин. Кто и когда будет вывозить отсюда мусор, по его словам, большой вопрос. Ведь подобных свалок в городе немало. Горы строительного мусора выросли в микрорайонах Талица и Магнитка. Вообще очень похоже на то, что у нас разрушается система обращения с отходами, поскольку вот такого уровня захламления, это в первую очередь с строительными материалами крупными, оно носит уже массовый характер. По словам эколога, ответственность за обращение со всеми отходами на территории города несет администрация. Как заверили в мэрии, об этой проблеме они знают и в ближайшее время постараются свалку убрать. Но если никаких мер не будет предпринято, Владимир Плюснин обратится в прокуратуру, в том числе и природоохранную.